шалом уважаемые с вами илья механик и это 34 выпуск видео ряда перекличка почему шалом но связи с тем что в украине принят закон о декоммунизации и все города неугодные поэтому закону переименовывали то наш днепропетровск кошер на обрезали поэтому будем говорить теперь шалом и так как вы видите тот пресловутый номерной знак который с 2014 года стал именем нарицательным принадлежит моему второму приобретению во всей коллекции минску ммвз 3 112 1 в конце 1 единичка после двойки не 2 украина Субтитры создавал DimaTorzok Упускался данный мотоцикл с 1984 года по 1986 И был переходной моделью между 6-ти вольтовым Минском и 12-ти вольтовым Минском Тут по факту оставался картера 6-ти вольтового Минска Вот на данный момент вы можете, если получится вам, разглядеть маркировку ММВЗ-105 105-й Минска 56, да, по-моему, написано, да, 56 То есть смазка коленчатого вала еще осуществлялась от коробки передач И от маслом из коробки передач Но уже стоял 12-ти вольтовый генератор переменного тока Данный мотоцикл с документами Эти номера, ребята Которые сейчас обозначают название одной страны Республики Настоящие Выданы были вместе с мотоциклом в 1986 году Документы имеются Страховка оформлялась По-моему, последний раз в 2013 году И все С 2014 года Я им не занимался И когда звонят страховщики И я им говорю хотя бы буквы Ребята бросают трубку и думают, что их троллят Чем примечательен этот мотоцикл? Он был куплен как труп Реально человек говорит Я делал его для покатушек по полям Как вы видите Увеличенные задние амортизаторы от Явы какой-то То есть вилка задана получилась Передняя вилка От пресловутого мотоцикла Панония Вот знаменитое Паноневское крыло Паноневские вот эти вот гаечки Перья В общем, человек делал, чтобы поскакать на нем Но пытался тут усилить крепление под двигатель Но ничего хорошего не вышло Человек его продал Сказал, что с движку тут что-то не так Ну, мы поездили Он плохо тянул Открыли головочку Этого 125 кубового мотора Смотрим А там нулевая поршневая И зазоры все в норме Глянули в сцепление Сцепление нульцевое Просмотрели прокладки Все на месте А проблема оказалась В его глушителе Вот колено Вот в этой части Было приварено к глушителю И когда мы болгарочкой Отрезали все это безобразие Глянули вовнутрь А там с толщиной с мизинец Осталось отверстие И все Вот колено Вот эта вот вся часть глушителя Была наглухо забита маслом То есть слили масло Не жалея И в итоге Потом мотоцикл не тянул Было большое сопротивление на выпуске Буквально там полтора часа потратили На то чтобы выжечь это все И мотоцикл ожил Но правда пожил недолго Как оказалось Ребята поставили неправильные подшипники Вот И они благополучно умерли Так как это переходная модель Коленчатый вал идет тут еще от 6 вольтового Минска И размерность Подсальники по моему 17 мм То есть 303 подшипник А вот 12 вольтовый Минск Шел уже с 204 подшипником ЦАП коленчатого вала имела Размер 20 мм И поэтому ребята загуглили Минс 12 вольт По простому Им сказали 204 подшипник Пацаны находят 204 подшипник Вставляют А коленчатый вал не влазит И ничего другого не придумывают Как выточить эти Втулочки Шириной стенки по полтора миллиметра И загнать их между подшипником И коленчатым валом И в итоге Тем самым Обрекли на смерть картер Это картер уже не тот Который пришел с этим мотоциклом Это от другого мотоцикла Картер Тоже 6 вольтового Минска И Когда при попытке Выприсать коленчатый вал Прежний картер треснул Вот это сидение На Минске Прибыло С Рига 1 Который я купил в прошлом году Ну а в дальнейшем Планируется его восстановить В первозданный вид Этот мотоцикл С такими номерами Я продавать Не буду Я его решил лучше завещать Одному человеку хорошему И восстановлю В первозданный вид То есть Выварим раму обратно По максимуму До оригинального состояния Спасибо всем за внимание Всем пока